Маршрут троллейбусной двойки один из старейших в Рязани. После его приостановки фактически без сообщения остались и железнодорожный вокзал Рязани-1, и местный Первомайский рынок. С этого начал свое обращение к властям представитель общественности Михаил Шибанков. Людям, приезжающим на поездах, да еще и с сумками, километровый отрезок до площади Победы дается с большим трудом. Поэтому оставлять все как есть, по словам Михаила, неправильно. Следующий маршрут троллейбуса номер 5, часть машины, можно будет перенаправить через вокзал Рязань-1. Сейчас считаю нецелезообразным запускать второй троллейбус, так как в принципе его маршрут в большей степени задействован пятым троллейбусом и другим общественным транспортом. Запуск еще одного троллейбуса по вокзальной нерентабелен, утверждает сегодня в управлении Рязанского троллейбуса. И говорить об этом можно только если нет альтернативы. Но оставлять улицу совсем без общественного транспорта действительно неразумно, поэтому на помощь должны прийти городские власти. Может быть какую-то найдем альтернативу коммерческих перевозчиков попросим. То есть там, ну есть же какие-то маршрутные, ведь пассажир поток он не такой большой, вот инвалидов, пенсионеров. Я согласен, это социально незащищенная категория граждан, на которых мы должны в первую очередь обращать внимание. Но почему именно троллейбус? Давайте обратимся к автобусам. Экономически 2020 год управление Рязанского троллейбуса закончилось нулевым балансом. Впервые в своей истории. И это в условиях пандемии и при весеннем локдауне, когда пассажиропоток упал катастрофически. Отсутствие убытков, по словам начальника управления транспорта Андрея Михно, прямое следствие сокращения расходов и нерентабельных позиций. Но власти готовы услышать рязанцев. Пришла электричка, ну и просто как вот проводить опрос, правильно? Никто не спрещает, не говорит, что, скажите мне адрес, да, хотя бы в каком направлении вам необходимо? Городская роща, Дашково-Песочный, Дашки-Военный, Московский, Канищевый. Собрать хоть какую-то аналитику, чтобы действительно мы себе, повторюсь, не можем позволить, просто чтобы техника работала в холостую. Априори не можем позволить, потому что каждый неперевезенный пассажир – это увеличение себестоимости километров пробега. Поэтому более конструктивно давайте вы нас, как общественный совет, вам лучше знать, вы с людьми общаетесь, вы видите с другой стороны, понимаете, всю эту систему. Давайте нам задание, что нужно просчитать, что нужно просмотреть. Один из основных приоритетов – смена автобусных маршрутов с заездом к вокзалу. Упор сделали на 49-й, но возможно подключение 53-го и 75-го. Это решение общественники поддержали. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».